здравствуйте люди здравствуйте не люди это снова я большой толстый и очень вредный крыс ютуба а еще со мной сегодня мой маленький друг я буду говорить а он будет просто присутствовать ну захотелось ему так все скажите привет моему маленькому другу сегодня у нас большая обширная тема и поэтому приготовьтесь к тому что смотреть меня вы будете долго будете долго слушать мой противный голос устраивайтесь поудобнее кому не нравится сразу уходите да тема сегодня довольно неоднозначная вполне возможно что у некоторых воспылает прямо праведный гнев поэтому заранее приготовьте бутылку с холодной водой ведерко со льдом ну или как вариант огнетушитель приготовили ну тогда понеслось поговорим мы сегодня об оружейной культуре об оружии в целом если можно так выразиться начиная с давних эпох и по сей день о том нужно ли оно или не нужно да или нет и почему в прошлом своем сюжете где я говорил про выбор ружья я допустил если можно так выразиться некоторую колкость в адрес тех кто считает что оружие нам не нужно но это было много острой реакции такой как то вот некоторые обиделись вот сегодня мы эту тему пожалуй разовьем и докажем да многие думали что я не прав да нет ребята я прав и вот сейчас я буду вам объяснять почему почему оно нужно немножко углубимся в историю воевало человечество всегда не было той эпохи золотого императора который некоторые рассказывают да когда люди жили все в мире всем всего хватало все друг друга любили и не лилась нищая кровь да были краткие какие-то периоды в каких-то определенных местах где это было но если взять человеческую цивилизацию в целом то постоянно находилась какая-то злобная или жадная тварь которая считала что чем создавать материальные блага проще их отнять у соседа или пойти там захватить чужую землю чтобы жилось покомфортнее да или просто ну взять и убить того кто тебе не нравится тот кто от тебя отличается ну и всегда были люди которым естественно не нравилось когда с ними так обращаются всегда были конфликты а поскольку люди разные одни больше сильнее опытнее да потому что они уже многих убили ограбили там унизили всячески поработили а другие не очень опытные но им как-то не хочется быть следующим тогда люди додумались что кроме зубов ногтей и тумаков по башке можно пользоваться всякими предметами для нанесения урона ближнему своему собственно это и есть оружие да самое первое когда человек еще был не совсем человеком это был камень это была подобранная палка кость какой-то кусок острого рога которым можно было нанести урон своему недоброжелателю и доказать ему что не надо покушаться на чужое да не надо вести себя нехорошо ну или если везло недоброжелателю потому что недоброжелатель тоже имел разум вооружиться ну победа оказывалась на его стороне как и неоднократно уже говорил своих предыдущих сюжетах залог победы это преимущество в инициативе и вооружении то есть инициатива это если вы сработали так сказать на опережение да упредили действия своего противника но вооружение это понятно без слов да что если у него кирпич у вас винтовка то шанс что у него уже немного но опять же если он проявит инициативу и подкрадется вам темной ночью сзади с этим кирпичом вы не успеете в него выстрелить вот собственно инициатива и вооружение если инициатива зависит от обстоятельств от здравого смысла да от хитрости каждого из нас то вооружение это нечто такое более постоянное более понятное то на что мы можем уверенно влиять скажем так да я допускаю что когда-нибудь в далеком будущем на нашей планете все таки наступит эпоха когда всем всего будет хватать и когда насильственные действия одного человека в отношении другого человека уже уйдут в прошлое и не будут совершаться вообще никогда но до этого времени не доживу не только я но и мои потомки если они будут их потомки и там правнуки и проправнуки я думаю в ближайшие пару тысячелетий этого не будет возможно удастся справиться с масштабными войнами с какими-то там мировыми конфликтами но всякая мелкая нечисть всякие психопаты грабители воры останутся всегда всегда кому-то будет казаться что вот у соседа чего-то большее надо отнять или что просто сосед ему не нравится плохие люди не переведутся никогда и это в общем-то правда жизни тут мы плавно подходим к тому как некоторые как сказать альтернативно одаренные как я люблю выражаться чтоб никого не обижать да они подводят к этому логику что если оружие вообще у всех отобрать то и насильственных преступлений станет намного меньше да что если у всех вот у всех у всех отнять оружие всех разоружить то будет мир растворение на воздущих и во человеческих благоволения так сказать такая позиция это как бы так помягче выразиться это называется овца блаженная то есть это вот та идея перековать мечи на орала отказаться от войны всем друг другу улыбаться и потом очень сильно удивиться узнав что кто-то меч не перековал а остался с мечом и всех вот этих вот мирных улыбающихся резко нагнул поработил обобрал там убил и изнасиловал и что с ними сделано ну рай он должен быть для всех как-то сразу да и ни в коем случае не принудительно а по здравому размышлению каждого представителя общества это к сожалению невозможно следующий вариант в отличие от овцы блаженной есть такая как сказать овца обыкновенная которая ратует за то что оружие отобрать только у простых людей оставить только у представителей власти монополия государства на насилие простым людям оружие не нужно потому что полиция их всегда защитит всегда придет на помощь и не даст совершиться преступление вот здесь я должен открыть такую неприятную правду бытия что многие не очень правильно понимают действия полиции основное назначение полиции это сдерживающий фактор не путем предотвращения а путем возмездия то есть если кто-то кого-то убил его найти и покарать чтобы другие смотрели и так не поступали предотвратить само насильственное преступление полиция в большинстве случаев не может потому что если кто-то кого-то вот решил убить он его взял и убил вот есть наглядный такой пример что очень популярен в интернете я думаю без проблем найдете где нарисована карта города в таком вот тут мелком мелком масштабе на ней три красные точки первая красная точка это вы вторая красная точка это злоумышленник который собирается вас убивать насиловать грабить там всякие страшные вещи с вами делать а третья красная точка значительном удалении от первых двух это ближайший полицейский как вы думаете успеет он помешать да он возможно успеет приехать задержать того кто это сделал и сделать из него пример другим чтобы не хотелось так поступать больше с кем-то другим а вам-то от этого будет легче нет правильно вам от этого легче не будет вот почему собственно такая позиция считается овечьей ну есть еще такие адепты боевых искусств которые говорят что оружие нам не нужно мы в сами оружие надо превращать себя в машину убийства боевого такого юнита прямо тренироваться качать мышцы изучать единоборство да таких много и они на самом деле отчасти правы потому что если на них будут нападать с голыми руками да или если на них будет нападать не сильно опытный и не сильно мотивированный противник пусть даже вооруженные они с ним справятся но вспоминаем статистику поглядим сколько таких вот кулачных бойцов самоуверенных сколько их зарезали да сколько зарезали качков которые думали что они такие очень сильные что они там 200 от груди жмут что у них такие мышцы рельефные прямо классные и что они любого прямо возьмут и порвут как тузик грелку в итоге порезали на солями просто в немыслимых количествах таких ребят да потому что если человек достаточно мотивирован он ему не надо быть очень сильным он может быть вооружен просто ну средней паршивости ножом сыграть в обнимашки с этим качком и пока тот его будет от себя отдирать насажать ему куда-нибудь в кишке этим ножиком там много много дырок и уже не факт что крутой самоуверенный качок после этого выживет не я не говорю о том что не надо заниматься спортом надо надо изучать и боевые искусства ну или как минимум борьбу да чтобы примерно представлять что если вас схватили там начали бить то что с этим сделать опять же далеко не во всех случаях надо применять оружие какого-нибудь там пьяного дурака можно просто там взять за шкирку и держать от себя подальше чтобы он ничего не сделал но мы в данном случае рассматриваем серьезные ситуации именно такие суровые насильственные преступления где инициатива и вооружение вооружение инициатива да и не спасут кулаки даже самого крутого рукопашного бойца если к нему придут с ружьем ну или скажем так придут не с ружьем а с ножом но с очень очень таким стойким желанием его зарезать да или с ножом придет тот кто тренировался больше него например или придет два-три человека четыре пять плохие люди как показывает практика иногда ходят достаточно большими группами вот зачем так они делают ведь это же нечестно это несправедливо я сейчас боюсь опять кого-то за день да но я вынужден напомнить что справедливости в этом мире вообще нет вот многие могут вспомнить про карму многие могут вспомнить про воздаяние про какое-то про высшую силу которая за вами наблюдает что она не допустит она не позволит что злоумышленника убьет молния на месте ну или хотя бы после того как он что-то с вами сделал его убьет молния да или как-то еще ему воздастся нет этой справедливости увы смотрите вокруг читайте учебники по истории сколько там всего интересного творилось нет справедливости справедливость только та которую вы можете создать самостоятельно и защитить себя вы должны в первую очередь самостоятельно себя и своих близких опять же это вы делаете не только для себя но и для последующих жертв этого злоумышленника до который до вас докопался решил с вами что-то плохое сделать потому что не сопротивляясь ему позволяя себя ограбить убить изнасиловать далее по списку да можно именно в таком порядке кстати вы поощряете его это делать и возможно будет это делать дальше то есть защитить себя и остановить зло ну логично же да и вполне логично что у вас должно быть средство это сделать почему бы и нет вот собственно для этого нам и нужно оружие я ни в коем случае не призываю к войне не воспеваю масштабные боевые действия ковровые бомбардировки я говорю про отношения именно индивидуумов как один человек способен защитить себя от другого человека или от двух-трех-четырех там сколько их там соберется да по вашу душу вы должны уметь это сделать вроде бы очевидно нет но тем не менее находится огромное количество альтернативно одаренных да да но как их иначе назвать после всего этого которые упорно не хотят во все это верить мне непонятна их логика но давайте я приведу вам несколько их цитат может вы их логику поймете как-то может впоследствии объясните мне да что я не прав хотя вряд ли конечно у вас получится потому что я правда увы увы но я вам все равно их процитирую но может быть не согласитесь с ними так хотя бы посмеетесь да у меня тут даже записано чтобы не забыть первый момент такой очень интересный оружие не дает реальной силы оно дает лишь иллюзию силы о чем я говорил то есть если меня нападают с куском арматуры у меня вот что-то посерьезнее скажем так то значит у меня иллюзия значит у меня ничего нет а у него кусок арматуры вообще не смогу у него выстрелить да не смогу даже по башке прикладом ему дать иллюзия мир иллюзий ну бред же правда это еще не самый страшный бред слушаем дальше силой оружия ничего добиться нельзя насилие порождает насилие то есть подразумевается если на нас нападают то мы должны по логике некоторых интересных личностей не сопротивляться отдать ему все что у нас есть смиренно склонить голову подождать что он с нами сделает проанализировать это подумать в чем мы были не правы вот и злоумышленник увидев нашу такую покорность он последует нашему примеру утопит там свой нож топор пистолет в речке и станет таким же добрым и мирным как мы не может конечно один из тысячи последует примеру остальные 999 скажут о какие лохи то классные пошли пойду ка я их еще найду десяточек другой как то вообще отлично охота идет правда вот такая вот абсолютно гениальная мысль ну да чего уж дальше то ну и третий вообще прямо четкий классный вообще аргумент противников оружия скажем так это ответственность тебя самого посадят если ты будешь защищаться с помощью оружия тебя самого посадят вот один человек я реально в живую с ним общался это я это не мифы это я не из интернета вычитываю это реальные реплики реальных живых людей с которыми я говорил благо работая в оружейной сфере таких людей мимо меня прошло очень и очень много ну постоянно за оружейную тему цепляемся но вот это вот недавно был совсем разговор причем человек просто ну ни с того ни с сего мне такую тему задвинул говорит оружие тебе не поможет вот напали на тебя применил ты оружие убил его судить должны были его а будут тебя так что вот толку то от твоего оружия ну хороший расклад правда здесь надо еще вспомнить что мы защищаем не только себя но и своих близких свою семью каких-то дорогих нам людей и возможно в каком-то случае мы даже готовы собой пожертвовать чтобы нас может быть даже не посадили может быть даже казнили но чтобы мы все-таки спасли и защитили кого-то другого или других да их может быть очень много например если мы остановили террориста да то мы спасли кучу жизней это в общем то неплохо вот но даже если отойти от этого сам такой момент что тот кто это говорит да кто говорит вот должны были судить его а будут тебя он наверное предпочитает чтобы судили нападающего а его самого чтобы убили да там искалечили опять же изнасиловали да какая-то больная тема у нас сегодня у нас тут всех насилуют да при том что то что мне это говорил это был мужик да какая-то нездоровая фигня пошла правда ну злоумышленники разные бывают да вот то есть человек предпочитает чтобы с ним все это сделали но ни в коем случае не поднять руку на злоумышленника потому что иначе вот он то есть он тюрьмы боится больше чем вообще смерти да или там какого-то поругания своей личности да не знаю бодрит меня этот момент почему то я себе это просто представляю тихо никакой пропаганды вот ну такие вот люди есть то есть это совсем совсем овцевидный пацифист такой который считает что он просто ну он не имеет права защищаться он не имеет права убивать злоумышленника потому что это грех и статья вот вот делятся примерно поровну для одних это грех и поэтому этого нельзя делать вот пусть с ними делают все что угодно но они жизнь врага не отберут а для других это статья потому что их вот сто процентов посадят как только они убили злоумышленника тут же прямо вот раскрывается пространство к ним телепортируется полицейская машина их сразу в нее кидают и потом они тут же мгновенно переносятся в зал суда и там их не слушая аргумента сразу куют в кандалы и отправляют на каторгу ну когда-нибудь когда освоят телепортацию ну и транспортировку возможно конечно так и будет не хотел бы я жить в таком обществе да ну пока у нас это все таки вероятность того что даже если мы превысили пределы самообороны да и если нас хотели только изнасиловать а не убить а мы его убили то вроде как нас там поймать и арестовать должны но не забываем законы действуют только там где есть возможность добиваться их соблюдения вспоминаем картинку с картой и вспоминаем что вот здесь вы со злоумышленником а вот тут вот законы и злоумышленник идя на свое черное дело чаще всего все таки думает о последствиях и специально выбирает обстоятельства в которых ему за это ничего не будет то есть отсюда логика что он эти обстоятельства выбрал и для вас и кто вот из этого случая выйдет победителем тот в общем то этими обстоятельствами не воспользуется повод подумать так что защищая себя мы имеем все таки некоторый шанс да а не стопроцентную гарантию что нам самим станет даже еще хуже чем с нами бы хотел что то сделать злоумышленник а ведь мы не знаем что он хотел бы с нами сделать вот есть у меня один друг не побоюсь этого слова человек с которым я знаком практически всю жизнь и вот от него я постоянно слышу абсолютно бредовую фразу ну как вопрос такой да когда вот у нас заходит речь на такие темы он делает круглые удивленные глаза говорит ты что как можно ты что готов человека ткнуть ножом лишь бы тебя не избили или ты готов стрелять в человека лишь бы там тебя не запинали там да как бы ну подумаешь тебя попинают и отпустят ты чего ты жизнь готов забрать да готов знаете дело не в том что меня часто били мне это не нравится дело в том что я просто не знаю насколько далеко это зайдет сначала у вас просят деньги потом у вас начинают бить да потом им кажется что отличная идея вам там отрезать ухо например да или там еще что-нибудь сделать ну или просто там не знаю сделать вам все что угодно да вот я не хочу отдавать себя во власть злоумышленника и я думаю никто из нас не хочет так что да я готов предотвратить это посягательство в самом начале и не дать ему развиться в непредсказуемую фазу скажем так успокою вас всех не обязательно всех мочить прямо если мы вооружены если мы готовы дать отпор то можно обойтись в общем то малой кровью и не обязательно вот стрелять 45 калибром там пробивать в ком-то сквозные дырки достаточно просто легких мер воздействия об этом я подробно рассказывал в своем сюжете средства самообороны легальные не очень вот кто не видел рекомендую ознакомиться не будем здесь в эту тему уходить способов предотвратить посягательство у нас достаточно много вот собственно психология некоторые этого не понимают некоторые почему-то такой ответ считают ненормальным как ты 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 можешь ты 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 готов вот так поступить с человеком который на тебя нападает это ж человек как ты можешь прямо а да готов некоторые выдвигают такой аргумент да ты псих тебя наверное в детстве много обижали вот неоднократно я это слышал дело не в том сколько меня в детстве обижали дело в том что меня в общем то с детства воспитали так чтобы я обижать себя не позволял ну по моему это основы благородного воспитания да таких добрых традиций и если человека учат как то иначе да если говорят нагибайся прогибайся позволяя себя там избивать унижать да ну это как то неправильно да ведь на самом деле у нас по логике по моральному праву один человек не имеет права причинять сознательный вред другому человеку просто так а если он его сознательно причиняет то соответственно в ответ ему причинять можно вред много больше и ничем не ограниченный дать не по закону это по совести да потому что он первый начал и неизвестно вообще во что это все выльется надо просто не дать ему это сделать чтобы он после вас не пошел это делать дальше да защитить других ну и возможно сделать из него пример чтобы другие думая о таком смотрели и понимали что возможно с ними поступят так же и не позволят им этого сделать логично же да вот и я думаю что логично ну а теперь поговорим непосредственно о самом оружии в данном случае как апофеоз этого об огнестрельном о том что если мы все таки поняли что нам это нужно если мы озаботились тем чтобы им обзавестись поговорим о том как нам быть и что нам с этим делать да потому что к сожалению во многих обществах далеко не только у нас в России во многих других странах народ на это смотрит немножко неправильно есть много популярных ошибок таких вот распространенных очень и сейчас вот надо на них обратить внимание первый момент люди вооружаются и думаю что вот кроме факта наличия им ничего не надо полковник кольт сделал всех равными ну на самом деле тут можно еще поспорить кольт или не кольт да но ладно идея понятна ну то есть вот есть у нас пулялка есть на ней такая кнопочка да спуск вот если надо наводим на плохих парней жмем получаем результат все у нас хорошо господа с оружием надо все-таки немножко уметь обращаться я не говорю про какой-то там трикшутинг про какую-то тактику про стрельбу в лед по монетам 5 рублевым надо просто понимать как оно работает чтобы в нужный момент не оказалось что вы забыли его зарядить или то что вы его 5 лет не чистили потом у вас жареный петух клюнул вы его нечищенное так взяли оно у вас там не стрельнуло или вообще взорвалось в руках да или застрелиться там самому или попасть совсем не в того в кого вы собирались стрелять потому что вы его неправильно держали там не вовремя нажали на нужную кнопочку надо всему этому немножко учиться хотя бы немножко кому понравится можно множко кому понравится можно заниматься этим вообще до совершенства до виртуозного уровня и ничего плохого в этом нет но начать вот с ликбеза у нас даже вот самый базовый уровень он у нас у многих искажен у нас по интернету гуляют совершенно дикие правила которые просто меня поражают причем люди их транслируют один другому это вот такие особенно фанаты техники безопасности у большинства из которых своего оружия кстати нету которые вот эту всю идею пытаются нести другим еще быстрее даже чем те у кого оружие есть причем непонятно зачем и вносят огромное количество сумятицы самое главное вот эти вот знаменитые американские правила первое правило то что всегда относись к оружию как к заряженному это во первых это это изначально кусок инструкции для стрелкового рубежа где оружие вот действительно оно считается заряженным и направлено в сторону цели да вот там вот так а второй момент это косяк перевода где в оригинале было всегда опасайся оружия как заряженного это не одно и то же это означает что не надо его совать стволом в живых людей если вы не собираетесь туда выстрелить и относиться к нему безалаберно то есть вот когда вы его кладете надо смотреть например чтобы ствол был направлен куда то там даже если оно вдруг стрельнет даже если оно не заряжено даже вот вот ну ну вот опасаться не всегда относиться к оружию как к заряженному это бред потому что вот вы его например чистите можно чистить заряженное оружие нельзя чистить заряженное оружие надо его разрядить вы его разрядили всегда относись к оружию как к заряженному Еще раз разрядили Всегда относить к оружию как к заряженному Замкнутый круг идиота получается Тут мы подходим к термину Что такое заведомо разряженное оружие В каких случаях к нему можно относиться чуть более свободно Например, заглядывать в ствол И смотреть, насколько хорошо вы его почистили То есть на огневом рубеже, где вы стреляете Заглядывать в ствол, подсвечивая фонариком Смотреть, вылетела ли пуля или нет Вы естественно не будете Но при чистке, с открытым затвором Это делать в некоторых случаях нужно Вполне логично Заведомо разряженное оружие Это оружие, которое вы самостоятельно разрядили Проверили то, что оно не заряжено Что у вас нет патрона там нигде И после этого не выпускали из рук Вот в таком случае с ним можно Обращаться чуть более свободно Во всех остальных случаях Если вы, например, его положили А кто-то рядом ходил А потом снова его взяли Да, я понимаю, что это пахнет паранойей Но это на самом деле базовая техника безопасности Проверьте еще раз Ну может быть вы отвернулись Кто-то взял посмотреть Щелкнул там, клацнул Патрон засунул Маловероятно, но все-таки Вам лишний раз ничего с вами не будет Посмотреть Нет патрона, нет патрона Вот То есть всегда опасайтесь Оружия как заряженного Это вот это Не всегда относитесь как к заряженному Опять же Еще одно правило Абсолютно кретинское Которое вот Следующее Это никогда не направляйте оружие В сторону людей Вообще никогда Мы уже начинаем тихо смеяться Да, потому что мы заговорили о том Что оружие это средство Себя защитить Защитить себя Своих близких От кого-то Кто нападает Как же мы будем Себя защищать Если мы на него Ствол не направляем Будем в воздух Стрелять Кричать Караул А если он не испугается Никогда не направляйте На людей Никогда Никогда Вот Ну и опять же момент Когда мы его транспортируем Когда он у нас лежит в чехле Да, вот мы его разрядили Положили в чехол Опять мы его на людей Ни в коем случае Не должны направлять Вот мы несем чехол И мы должны его нести В идеале вертикально Ну я понимаю Что в идеале Да Но обычно чехол Это горизонтальный кейс И ствол у нас направлен Вперед А там люди ходят Господи Машины ездят Кошмар Направили Все нарушили Ну это тоже полнейшая Бредятина В нормальном Вообще В логичном варианте Это звучит Не направляйте туда Куда не собираетесь Выстрелить Да Если вы не собираетесь Выстрелить Вот куда-то Не надо Не надо делать Вот так Не надо Не надо Целиться там В своего приятеля По приколу Да Это о чем Первое правило И второе Опять же Заряжено Разряжено И именно это Влияет на то Куда вы это направляете В том числе Если вы вынули Из него патроны Запихнули в кейс И кейс не выпускали Из рук И никто при вас Его не открывал Ну да Тогда можно С ним Как-то свободно Ходить Ну Есть правила Вполне себе Добрые и логичные Да Которые Следуют из этого Что там Очень много Всяких вариантов Что там Не надо Спуск там Трогать Зазря Вот с этим Я кстати согласен Хотя Опять же Что если мы Например Там не знаю Красиво фотографируемся И мы знаем Что патронов У нас там нету В том что мы Держим палец На спуске Ничего плохого Нету В интернете Вот вы попробуете Вы возьмите Пистолет Ружье Сфотографируетесь Вот так вот С пальцем Выложите это Куда-нибудь На ресурс На вас налетит Стая хомяков Которая будет вам Кричать ТБ ТБ Тригер дисциплин Палец со спуска Убери Мудак Да так и будут А то еще и похуже Это почему Потому что у людей Квадратное гнездовое мышление Они боятся Что вот палец на спуске И все Сейчас выстрел Сейчас пуля Рикошетом от потолка Потом в камеру Соответственно Из камеры Им в экран И их убьет Вот они этого реально боятся Ну бараны Еще сколько взять Идиоты Кто этого бояться То будет Но они боятся Нет Конечно Некоторые из них Просто тролли Они такое пишут Чтобы просто На них отреагировали Чтобы взбесились Сказали им Что они бараны Ну Какой смысл Баранам говорить Что они бараны Да логично То есть вот этот палец На спуске Но с другой стороны Когда вы всерьез Где-то стреляете Да или охотитесь Вот Ходить по стрельбищу Вот так С винтовкой Даже у вас Если в ней нет патронов Окружающим Это не понравится И они будут правы Знаете В идеале Где-нибудь На рубеже Там На стрельбище В тире Если вы Убрали ствол С направления Мишеней В идеале Открыть затвор Чтобы все видели Что вот оно У вас точно Не выстрелит Это Не какая-то там Шиза Это просто Уважение К окружающим Да Ну Вот такой момент Которого многие Тоже не понимают Но это не имеет Никакого отношения К пафосным фотографиям Чак Норрис Там где-нибудь На плакате К фильму Нарисован У него пистолет И он палец На спуске держит Ну давайте Тоже набежим Настрочим Там комментариев Чак Дебил Убери палец Со спуска Ты сейчас Застрелишь Фотограф Понятно Что там На съемках фильма Даже боевого оружия Нету Ну Отношение У людей Вот Такое Итого К слову О правилах Есть Такая формулировка Вот этих самых Правил Которая В общем-то Не полная Но базовая И позволит Избежать Многих проблем Это Не заряжай Если не собираешься Стрелять Не направляй ствол Туда Куда ты не собираешься Выстрелить И Не стреляй В того Кого ты не хочешь Убить Вот три Главных Правила Которые Позволяют 99,9% Случаев Когда Вы выстрелили Куда-то Не туда И У вас Получилось С оружием Что-то Нехорошее Позволяет Подавляющее Большинство Этих Случаев Убрать Не дать им Совершиться Скажем так Вот А все Вот эти Огромные Простыни С корявым Переводом С английского Ну это Уже Надо читать И пропускать Через здравый Смысл Что там Писано Людьми А что там Переведено Промтом Корявый Неправильно Понято Вот Как-то так Насчет Правил Ну и Последний Момент Оружейной Культуры Который Я думаю Стоит Здесь Осветить Это Оружейная Психология Мы уже Разобрались С тем Для чего Это нужно Да В каких Случаях Мы можем Это Использовать И Сейчас Стоит Поговорить О психологической Готовности Того Кто Вооружился Что он При этом Чувствует Вроде бы Абсолютно Незначительный Момент Подумают Некоторые Здравомыслящие Или опытные Но Все мы Когда-то Были Детьми Всем Нам Когда-то Было 12 13 14 лет И Те из Нас Кто В этом Возрасте Получали Доступ К огнестрельному Оружию Они Возможно Помнят Свои Чувства И Помнят Как это Влияет На Психику Да Что Это Дает Ощущение Того Что Вот У вас Гром Палка И Вы Можете Сделать Бах И Посылать Из нее Смерть И Разрушение По Мановению Своей Руки И По Своей Воле Это Это На Неподготовленную Психику Все-таки Немножко Давит У Многих Начинает Проявляться Комплекс Терминатора То есть Я Вооружился Я Непобедимый Вот У меня Пистолет Ружье Винтовка И Мне Сам Черт Не Брат Все Законы Для меня Теперь Не Писаны Вот К чему Такое Ведет К тому Что Такой Человек Например В ситуации На дороге Где ему Сказали Ты Козел Вместо Того Чтобы Ответить Сам Козел Или Просто Заигнорить Выхватывает Пистолет Выскакивает Из машины Начинает Махать В лучших Традициях Боевиков С неграми И Развивает Конфликт Усугубляет Его В общем Только потому Что Этот самый Пистолет У него Есть Не потому Что Ему Угрожала Какая-то Опасность То есть Он Доводит Обстоятельства В какой-то Момент До того Что он Уже сам Не может Их Контролировать И получается Что он Либо Убивает Того Кто Сказал Ему Что он Козел В общем То Как бы Совершает Неправомерный Поступок Потому что За то Что Назвали Козлом Убивать Я не знаю В подавляющем Большинстве Цивилизованных Стран Все-таки Нельзя Или Он По своей Криворукости Доводит До того Что на него Угрожающего Смертельным Оружием Применяются Ответные Меры И как вариант Стреляют В него Да Это тоже Неправильно Согласитесь Вот такой Вот комплекс Терминатора Непобедимого Вооруженного И надзаконного Тоже надо Как-то Изживать Вот И Еще один Момент Не такой Может быть Очевидный Но тоже Довольно Неприятный Это то Что в психологии Называется Принцип Молотка То есть Когда У вас Все что у вас есть Это молоток То все вокруг Вы рассматриваете Как гвозди Да Может слышали об этом То есть Когда вы получили В свои руки Оружие Вам хочется Начать им пользоваться Вот прямо Вот сразу И даже если у вас Нету причин Вы их находите Это вот Частично Перекликается С первым вариантом Только там Подвижка в голове Немножко другая То есть Если есть ружье Оно должно выстрелить Кстати Вот эта вот идея Она заложена Вот этот бредовый принцип Который Многие Ранее упомянутые Противники Оружия Нам озвучивают Что если у вас Есть ружье Вы обязательно Из него Кого-нибудь убьете Обязательно И в тот момент Когда вы вооружились Мы вступили на скользкую Тропинку И ничем хорошим Это не кончится Вы в один прекрасный день Кого-нибудь убьете Задело или не задело Неважно Все равно убьете Это неправильно На самом деле Из этого ружья Во всех подряд Потому что Ну это не нужно Оно не для того Чтобы стрелять во всех Ну сходите в тир Поупражняйтесь Не обязательно Применять оружие По человеку Если Не создаются Обстоятельства Которые вас К этому Вынуждают Вот пожалуй Основной момент Который Я хотел донести В итоге Всего этого Повествования Ну Вот как-то так получилось Не очень коротко Но Довольно Осмысленно Может кто-то Что-то не понял Пересмотрите еще раз Я все Что хотел сказать Сказал Мысли Донес Ну И если кто-то Со мной В данном случае Не согласен То это Его проблемы В данной ситуации Как я считаю Полемики Быть не может Потому что Очевидно Истинно Излагал Вот пожалуй Все На этом Мы с моим Маленьким Другом С вами Прощаемся Подписывайтесь На канал Если вы еще Не подписались Ставьте лайки Да Да Я знаю Что всех это бесит Когда так люди Говорят Подписывайтесь Ставьте лайки Не подписывайтесь Не ставьте Но если нравится Смотрите дальше С вами был Александр Герцен Его маленький друг Всем любви Удачи Счастья Безопасности И Адекватного понимания Того что происходит Вокруг в мире И готовности К тому что этот мир Может вам преподнести Да Еще немножко готовности Поставить в сейф Пусть стоит На этом Пожалуй Все До свидания Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok